Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбу Макс, и в этом видео я хотел бы с вами обсудить тему, в которой Xbox преподносит как консоль для бомжей. На самом деле очень странная ситуация, с которой я крайне не согласен, признаюсь вам, но сегодня мы взглянем на эту ситуацию с двух сторон и все это обсудим. Короче, перед началом видеоролика, если ты в крайне согласен с этим суждением, можешь прожать лайкусик и подписаться на канал, чтобы не пропустить следующие видео. Но перед началом я хотел бы вам посоветовать канал, который называется Snake Games. Несмотря на то, что у него начинающий канал, хочу сказать, что качество видосов у него на должном уровне. На этом канале вы найдете обзоры по играм, распаковке разных видов электронной техники, ну а также в будущем будут как розыгрыши, так и сравнение консолей нового поколения Xbox Series X и PlayStation 5. Поэтому давайте поддержим этот канал подписками и лайками и передавайте привет ему от меня. Если что, ссылочку на него я оставлю как всегда в закрепленном комментарии под видео и давайте начнем. Начну с того, что Xbox в этом поколении действительно дешевле. И речь сейчас идет не только про младшую версию, которую вы можете урвать всего лишь за 27 тысяч рублей, но и про старшую, которая при своем железе стоит в данный момент ниже той же самой PlayStation 5 с дисководом. Но по большему счету претензии к этой консоли не поэтому. Как вы знаете, практически все иксбоксеры любят родную страну Лионели Месси, которая кстати уходит с Барселоны. Можешь на самом деле прожать F, если жаль. Но сегодня не о футболе. И самое главное, мы все понимаем, что тот самый регион позволяет обладателям иксбокс очень сильно экономить. Да, понятное дело, что способ доступен не всем и так далее, но в любом случае это не совсем официальный способ, который позволяет получить игру. Исходя из этой темы, у многих почему-то подгорает. Иксбокс, так скажем, нервно и завистливо подстебывает на тему того, что консоль покупает лишь те, у кого нет особо денег. Короче, а-ля бомжи. К тому же, всю эту тему немножко поджигает подписка иксбокс геймпасс, супер выгодная подписка на сегодняшний день, которая дарит возможность пользователям не за такую большую плату поиграть в больше чем 100 игр. И к тому же, в этот срок получить еще и часть новых игр, не платя дополнительно. Помимо всего, есть еще способ буста, он также официальный, как и подписка. И если все сложить, суммарно, иксбокс реально очень дешев, как и в покупке, так и в содержании. Ибо сейчас у PlayStation по большему счету такая тема, хочешь новую игру, плати 5к рублей или жди скидки. Вообще, мне почему-то кажется, что противоположную сторону просто бесит эта ситуация, поскольку Sony реально ведет жесткую позицию по отношению к пользователям. Таких-то лояльных тем у плойки действительно меньше, по типу, если ты хочешь улучшения на какую-то игру, то скорее всего на иксбоксе ты получишь его бесплатно, если ты когда-то покупал игру или играешь по подписке. На плойке же придется покупать второй раз одну и ту же игру. Но как-то знаете, эту ситуацию выворачивать, мол, мы платим, мы элита, вы получаете бесплатно, потому что бомжи, ну, мне кажется, как-то некорректно. Лично мне немного смешно смотреть на эту ситуацию, поскольку, что во времена иксбокс 1, которая не имела подписок и так далее, и стоила при этом дороже, ее считали консолью для бомжей. Что и сейчас, хотя ситуация поменялась совершенно в противоположную сторону. Кстати, забыл вам напомнить, что сейчас в нашем телеграм-аккаунте проходит розыгрыш на последний Ассасин Крит Вальгала. Поэтому, если вдруг хочешь поучаствовать, то ссылочку я оставлю, как всегда, в закрепленном комментарии под видео. В этой ситуации я согласен с тем, что иксбокс имеет обходные пути, которые позволяют, ну, крайне сильно экономить, и что и является не особой поддержкой иксбокса напрямую, но в первую очередь я хочу ответить за себя. Несмотря на то, что у меня есть знакомые, которые живут в других регионах и которые могут подарить игру, опять же, с другого региона, лично я в 99% случаях покупаю игру со своего региона, дабы поддержать разработчиков и сама Microsoft. Да, подписки я также беру через официальных дистрибьюторов. Раньше, во времена иксбокса 360-го действительно не было денег, лицуха была крайне дорогая, был малым, играть хотелось абсолютно во всё, в говно и не в говно, и, соответственно, я пользовался прошивками, не думая ни о чём. Да, я каясь, но считаю это простительно, опять же, из-за возраста. Сейчас же причина такой позиции, если нравится, я покупаю официально, очень проста. Я не покупаю много игр, поскольку в данный момент мне нравятся лишь единицы проектов, за которые я действительно готов платить. Да, при этом всём есть проекты под вопросом, за которые я особо уже не хочу платить 60-70 баксов, но тут я хочу сказать, что либо они чудесным образом попадают рано или поздно в подписку, даже иногда и с первого дня, ровно так же, как и Black for Blood, или же я такие проекты не покупаю или покупаю тогда, когда есть официальная скидка. С другого региона я для себя брал лишь пару раз, по-моему, Metro Exodus и один раз в подписку. Вроде всё. Что касаемо друзей и знакомых, да, я иногда пользуюсь такими услугами через ребят X-Games, поэтому если хотите сэкономить, можете обращаться смело к ним, они проверенные ребята. Многие могут за это осудить, мол, все иксбоксеры такие, все вы бомжи, это плохо, осуждаю. Вроде поддерживаете иксбокс, а вроде нет, типа вы не те, что мы обладатели PlayStation. Кстати, как раз таки ярые фанаты Sony, так называемые Sony Boy и выпячивают эту позицию, ставя себя при этом какими-то благородными. Но тут я хотел бы напомнить, что те же самые обладатели PlayStation гоняют один и тот же диск по кругу и по всему свету раз 20. Я лично знаю обладателей плойки, читаю очень много комментариев на эту тему, и хоть на плойке не особо развитые обходные пути экономии, им, по их же словам, не мешает на этом экономить, покупая БУ-диски и сливая его потом по кругу раз 20. Поэтому не удивляйтесь, почему все хотят урвать именно версию с дисководом. Кстати, у иксбокса с этим у нас в регионе потуже, и я лично почти не знаю ребят, которые покупают иксбокс и пытаются юзать БУ-рынок. Реально таких ребят не знаю, так как большая экономия происходит у многих именно через цифру. Что касаемо подписок, обладатели плойки также счастливы, что со времен PlayStation 5 Sony по PlayStation Plus добавила PlayStation Collection, поскольку они могут обойти ситуацию и за определенное количество денег через обладателя PlayStation 5 сделать данный список и себе на PlayStation 4. И кто как бы осуждает обладателей иксбокса за их подписку, непонятно. Если, конечно, рассматривать ребят, которые изначально покупают диск за 5к, так скажем, у дистрибьютора, можно сказать, блин, пацаны, красавцы, что сказать, поддерживаете Sony, молодцы. Но эти же люди после прохождения или потому, что данная игра не понравилась, просто сливают диск и все. И как бы это уже не поддержка плойки, поскольку вы тем самым с помощью других людей не заносите денег в общак. Опять же, в этом случае я не хочу метнуть стрелку, не говорю, что кто-то молодец, кто-то в этой ситуации плох, просто взгляд с двух сторон. Да, я понимаю, что эта ситуация не единичная, и у кого-то целая коллекция игр PlayStation 5 и PlayStation 4 игр, но тут однотипная тема и с иксбоксом. Кто-то экономит, кто-то юзает Аргентину, а кто-то нет. И как-то это осуждать в негативном ключе я считаю не особо правильным. Да, все мы люди разные, у кого-то разные средства на все эти развлечения, но прикол тут в том, что все мы хотим эти развлечения, и у кого-то есть возможность заплатить полную стоимость, а у кого-то нет. Если вы готовы осуждать таких людей, то рекомендую сначала посмотреть на себя в зеркало и задаться вопросом, а все ли я делаю офигенно и по факту? Покупаю я за фулл прайс или жду скидок? Просто как по мне, люди, которые имеют деньги и хотят что-то купить, они просто берут и покупают, и никого не осуждают. Поэтому, ребят, я настоятельно вам рекомендую не сраться по этому поводу, а просто играть и получать удовольствие. Есть возможность сэкономить, почему бы и нет. И если нет, то либо фулл прайс, либо просто ждите скидок. Вот и все. Я лично для себя не вижу ничего постыдного в том, чтобы просто подождать. Подождать скидок и купить. Да и к тому же, если у вас вдруг есть возможность купить с другого региона, ну, воспользуйтесь, почему бы и нет. Как по мне, осуждение такого процесса крайне странное и непонятное, поскольку вообще, какое кому дело, кто и как покупает игры. Тут еще, знаете, смотря на обе стороны, ты понимаешь, что если бы консоли вообще взломали, поверьте, огромное количество людей просто взяли бы и прошили бы себе консоль, отбрасывая все свои принципы. И если опять же эта ситуация появилась бы только на одной стороне, то те, кто имел бы эту возможность, были бы рады. Ну, а другая, возможно, это просто осуждало бы. В любом случае, вы вправе делать то, как вам вздумается, поэтому как действовать вам, решайте сами и никого не спрашивайте. На этом, в принципе, все. Если видос вам понравился, обязательно ставь лайк, подписывайтесь на канал, обязательно пишите свое мнение в комментариях по поводу этой ситуации и большое спасибо за просмотр. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok